Эксплуатация сельскохозяйственных машин, обработка листового металла, ветеринарии, ландшафтный дизайн, флористика, туризм – таков далеко не полный перечень площадок чемпионата, которые посетили за время его проведения в качестве экскурсантов более 550 школьников и студентов. Активное участие в конкурсных испытаниях приняли представители нашего района, которые, несмотря на серьезную конкуренцию, сумели стать призером чемпионата. В WorldSkills я участвовала первый раз, но опыт участия в конкурсах не первый. Я в том году ездила в Усолье и в Ульяновск на всероссийский чемпионат конкурсов. Конечно, WorldSkills – это из всех конкурсов самый волнительный и самый сложный, более по сложности отличается. Все равно в WorldSkills другая атмосфера немного, потому что там и больше масштаб проводимого конкурса. Как пояснила преподаватель техникума Наталья Агеева, в конкурсе по данной компетенции участвовали трое студентов, но только Виктории удалось занять призовое место. Наставница подчеркнула, что за годы обучения студентка показала себя с самой лучшей стороны, продемонстрировав такие необходимые будущему ветеринару качества, как ответственность, аккуратность и, конечно, желание обучаться данной профессии. Охватывались все пять модулей, которые они изучают в течение всего учебного процесса. Затем была очень сильная такая подготовка с нашей стороны. Мы ездили отрабатывать навыки в Сургутскую ветеринарную лабораторию, в ветеринарную клинику города Отрадного, в учебный центр города Безенчук. Работали очень профессионально с животными, на сирологических реакциях очень профессионально работали, хорошо дети отработали. На искусственном осеменении тоже по подготовке спермы тоже хорошо дети отработали, молодцы. И по исследованию меда, по ветеринарной экспертизе, и по хирургической практике тоже дети наши не упали в грязь лицом и тоже хорошо показали свои результаты. Среди юниоров, принявших участие в чемпионате WorldSkills, были и сергейские школьники, которые в этом году заняли в разных компетенциях первые места. Одна из них – учащаяся 10 класса Суходольской школы номер 2 Виктория Малюкова, которой довелось побыть в роли воспитателя. Она отметила, что быть педагогом дошкольного воспитания непросто, но очень интересно. Мы готовились усердно, и это было сложно, если честно, потому что огромный объем новой информации, которую тебе надо усвоить за очень короткое время. Когда ты с этим микрофоном перед судьями, и у тебя такой мандраж, такое волнение, но все-таки я справилась. Она, конечно, очень-очень большая умница и молодец, выдержать такое серьезное испытание, и первый раз, и сразу занять первое место – это дорогого стоит. Молодец. По мнению куратора Виктории, преподавателя Сергиевского губернского техникума Натальи Зюбченко, борьба за победу в компетенции дошкольного воспитания была очень упорной, а требования достаточно высокими. Проведение с детьми занятий с использованием ЭКТ-оборудования, виртуальных экскурсий в мобильном куполе, занятий по робототехнике – это лишь часть заданий, которые юниоры-школьники должны были выполнить наравне с основными участниками, обучающимися профессии, воспитателя в средних специальных учебных заведениях. В этом году, как и в прошлом, во многих компетенциях начали участвовать юниоры. Это школьники, которых подключили к этому большому мероприятию, и мы решили попробовать в компетенции дошкольное воспитание школьницу, интегрировать таким образом среднепрофессиональное образование, объединить и школу. То есть мы как бы специалисты, а здесь, соответственно, школьники. Хочу сказать, что Вика большая молодец, большая умница, справилась, потому что для ребенка это на самом деле была очень-очень большая нагрузка, но я думаю, что она погрузилась полностью в профессию. Еще одним победителем среди сергиевских юниоров стал десятиклассник из Воротнева Сарки Сокопян, принявший участие в соревнованиях по компетенции ремонт и обслуживании легковых автомобилей. В течение пяти дней школьник выполнял задания, которые под силу только опытным специалистам в этой области. Разборка и сборка двигателя, устроение неисправностей, разборка коробки передач, диагностика. По итогам регионального чемпионата молодые профессионалы Саркис стал обладателем диплома медали за первое место. Кроме того, ему предстоит защищать честь региона на всероссийском этапе чемпионата. Атмосфера была достаточно напряженная, волнительная, так как не знали, какие будут задания точно. Задания были на уровне старшей группы, то есть это 16-22 года. Мне некоторые задания удались очень легко, а некоторые пришлось подумать. На каждое задание давалось по три часа. Некоторые задания я сделал как раньше, а некоторые я не успел немного. Делясь впечатлениями о чемпионате WorldSkills, юные участники отметили, что участие в столь значимом мероприятии позволило им не только добиться весомых достижений в конкурсе профессионалов, но и обогатить собственное представление о мире рабочих профессий. Юлия Трухтанова, Дмитрий Сурков, Александр Жуков, телекомпания «Радуга-3». Юлия Трухтанова, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3». Продолжение следует...